дорогие друзья доброго времени суток меня зовут гудмен и сегодня мы начнем проходить шестую часть серии мост в другой мир которая называется быть гулливером вы знаете немножко устал я от маньяков какой-то современности апокалипсиса хочется чуть-чуть фэнтези добавить на канал это старая старая серия которую я очень давно начал мы никак не могу закончить она периодически уходит в долгий ящик я про нее забываю вот и периодически возвращаюсь и надо отметить что первые две игры серии были действительно весьма и весьма достойные дальше как это часто принято в играх этого жанра все стало несколько хуже но вы знаете это наверное характерная тенденция не только для игр жанра поиска предметов давайте вернемся к этой серии самая главная черта то что они сюжетно никак не связаны по большей части насколько я могу помнить но самая главная фишка этой серии в том что наши персонажи главные герои перемещаются в какой-то мир сказочный фантастический иногда страшный ужасно иногда фантастически прекрасный но тем не менее это путешествие в другой мир другую реальность а кто сказал что нету параллельных миров вот это вот очень интересная тема для дискуссии ладненько друзья можно приступать но как обычно перед началом ролика я хотел бы поделиться с вами некоторой информации во первых друзья кто хочет заказать игру заходите в группу вконтакте подписывайтесь и там есть соответствующая тема где вы можете оставить заявки на прохождение той или игры если вы хотите получить более ранний доступ к видео который я записываю выкладываю прохождением искалах заходите друзья и подписывайтесь на бусти там есть несколько уровней сами выбирайте который вам подходит если опять же вы хотите меня поддержать и получить некоторые приятные бонусы в дополнение ну и как всегда друзья я очень благодарен тем людям кто несмотря на тяжелое время продолжает меня поддерживать огромное вам друзья всем спасибо надеюсь мой труд мои прохождения вас очень радует и вы хоть чуточку становитесь веселее и добрее наверное вот главное чтоб настроение всегда было самое позитивное все друзья можно начинать запасайтесь вкусняшками всем приятного просмотра так на сразу кинули на выбор сложности давайте смотреть есть легко но это не про нас есть сложно есть эксперт совет заряжается пропуск заряжается особые предметы не обозначены это типа плюсики какие-то да на плюсики активные зоны не выделяются спп это сцены поиска не выделяются вот вот это вот это вот меня больше всего напрягает вот вы знаете курсор вот это единственный момент давайте сделаем свой тогда я уберу совет я уберу пропуск я уберу плюсик активные зоны уберем но вот курсор обязательно пусть будет в теории даже полезные сообщения иногда вы знаете обучение тоже уберем вы знаете иногда в принципе они не столько ну естественно не носят какую-то полезную информацию но я бы сказал иногда не я по некоторым играм это заметил они дают какую-то описательную часть то есть вы больше погружаетесь в игру вы можете понять там не только принцип работы какого-то устройства или какого-то там прибора там или там смахните тряпочкой но и и вот просто объекты которые вас окружают вот иногда вот это вот галочка почему-то когда и убираешь она пропадает поэтому я тоже ее оставлю это ни в коем случае не помощь ну это будет помощь но чисто ради другого совсем случая в общем вы меня поняли hello I'm dr. Thumble what brings you in today ever since I found this porcelain statuette I've been having strange dreams where I'm a giant surrounded by miniature people ah yes we call that Gulliver syndrome but I'd like to try some hypnosis to get the details now watch the balls carefully and listen to my voice забавно так нас друзья так очень громкая музыка ну вот так то лучше я думаю хотя все равно по ушам немножко бьет но пойдет итак давайте смотреть что тут есть осталось в ключе один остался морфинг объект 2 серьезно внимание лилипуты берегитесь внезапно появляющихся великанов судя по всему великан это я буквы слишком маленькие я не могу прочесть то что здесь написано я с трудом могу двигаться нужно избавиться от цепей я вот хочу понять что за морфинг объект такой так один морфинг ушел это был морфинг да а тут пишут что еще морфинг есть еще ключ какой-то но вот я ключ вижу но он почему-то не берется а ключ какой-то взял еще где-то морфинг объектова музыка прошла как хорошо сразу но по ушам достала мои ушки мои ушки так подожди к если тут есть еще один морфинг это прям такая хорошая подсказка к сте странно писали что плюса не будет я вроде отключил его да а он все равно присутствует может он наверное а знаете что происходит он наверное не то в таких играх когда можно применить какой-то предмет он есть в инвентаре плюсик начинает ну типа пульсировать здесь наверное такой же принцип так карта очень мне пригодится найдите гулливера только так вы сможете вернуться домой этот компас поможет найти его ну и какой-то прелик так теперь будем ждать пока осел покакает по ходу да хотя он съел бумагу я не знаю что там еще может остаться после этого так подождите тут пишут что есть еще один морфинг серьезно так лопата да не хватает черенка будем может быть душка очков нет почему бы и нет вот так надо чем-то очистить наверное замок ну естественно что душка мы не откроем поэтому тут пока все я не могу или не смогу разорвать цепи наверное лучше их просто выкопать шикарно так и здесь морфинг тоже вот я так и думал что то есть сцены маловато для такого количества предметов а вот теперь все работает блин все таки опыт таких играх тоже важен так как же забрать у полусонного стражника ключи при этом не разбудив его вот а если по тех полезных сообщений не было вот этого сообщения тоже не было просто было бы вот то есть вот для погружения в игру и такие надписи тоже нужны так смотрим что тут можно скоммуниздить а по-нашему стыбе да а еще по-нашему это уже для 18 плюс и любу там определенно не нравится великаны вроде меня указ губернатора немедленно сообщать стражи обо всех увиденных великанах то есть стражи такая слепая что прям нас не увидит да ой ключ половник тихо 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 так кого-то прихлопнуть можно туфлей на где тут какой мелкий говнюк сейчас мы его быстро остудим так я не знаю что это такое но прикольно наверно что здесь сюда нужно поместить небольшой амплему металлическое кольцо ключ половник так это чё такое как же мне поймать воришку нужно загнать его в угол все 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 мимо мимо я понял я понял осел блин так на суда не вариант слишком много путей значит потом здесь перережем правильно все он проиграл тебя можно было раньше можно было сюда его пустить а теперь будем ждать пока ты покакаешь да чтобы бумажку нашего дал так бедняжки тебе тяжело я помогу тебе пиак но так попробуем сейчас все предметы быстро найти для какой-нибудь интересной ачивки тут кстати есть 10 предметов а здесь 8 как интересно это сделать можно наверное сцены поиска будут побольше блин какая же классная музыка друзья я прям сижу и тащусь от нее не знаю я один такой фанат такой музыки но я прям сижу и прибыль и балдею в общем не знаю сколько я там нашел собрать овощи для осла вот ослику морковка точно пойдет по душе это же горох а какие-то овощи горох разве овощ может быть по моему нет а ну ясно я тут себе на выдумывал что там ослик то себе наделал до делов а тут вон оно что так мы нашли металлическое кольцо эмблема корабля эмблема корабля была здесь как горячо лучше мне потушить надо в туфлю наверное воды набрать мне кажется нет можно же так сделать ну я бы так сделал он он говорит нет пошел нафиг сделаем сердечко можно земли еще в принципе тоже неплохо тушится так слова тип чуть-чуть погладим ее диам ключ плавник что же с тобой то сделать но это суда надо снизу это понятно надо как-то согнать еще ее так что-то я тогда не въезжаю а как тогда потушить просто прихлопнуть воздуха не будет туфля большая блин столько земли столько воды просто возьми и потуши нет надо какие-то эти самобичевание устраивать может быть здесь так этому чайку отгоним а как же вы интересно то есть а по-другому нельзя было сделать ну ладно не будем придираться так у нас есть масло в вяленая рыбка ух сейчас бы давно я не ел вяленая рыбки и цены какие-то стали такие друзья что уже хоть сам иди эту удочку бери мы как-то на стримах хотели порыбачить только там чет рыбалка не очень было так шкатулка гулливер наверное но скорее всего да давайте почешем у него что-нибудь вообще-то проснуться можно ну ладно спи отдыхай ты хороший охранник масло если увидите великана поднимите тревогу и сообщите страже есть что-то я сюда зашел как-то безрезультатно а серьезно блин они даже подумать не дают они букву морозят смотрите то есть можно даже и париться или путы называют обычных людей великанами и ловят их они хоть и крошечные но очень сильные так на персток и щипцы так ну собственно мы освободились а война но я ее юбилей жесть вот кстати да самое лучшее оружие против таких как она это естественно так что у нас тут ключ и один морфинг объект давайте искать но морфинг здесь сложновато будет найти что-то здесь только свечка осталось и ничего больше делать нельзя может видеть а это фитиль блин мне казалось ты веревка ух и жесть просто да друзья обработать рано было чем ее обработать здесь о чем я тебе обработаю рано да яд это прям в рпг шках лучше оружие против многих существ иногда даже против боссов срабатывает так вроде бы все еще можно руку перевернуть по мне так можно здесь наверно вообще все жать в подряд и все сработает ну давайте посмотрим хотя чем париться ну это же топор почему-то для них это не топор для меня это максимально странно и это не топор а что это тогда но что он типа не уникальный в этом плане имеется ввиду так ну что теперь надо флагом завязать да вот так вот друзьям такого у нас еще не было кстати опыта мышка почему ты в таком плохом сына нам настроение быть может тебя успокоит вкусное угощение чайник йой-йой-йой-йой-йой помогите кто-то просит о помощи уху-ху-ху-ху-ху ключ у нас есть ключ куча букв так возможно кстати этот ключик отсюда хотелось бы мне послушать чарующую мелодию органа лилипутов но сначала нужно вернуть на место пропавшую рукоятку у нас есть сыр и мышка есть голодная так где там она так на дне чашки есть какая-то надпись нужно убрать лед зажигалкой похоже это код блин какая чарующая такая знаете музыка прям я даже подумываю может быть если на мне не успеет надо есть я и все какой-то плейлист внесу обязательно свой так передвиньте руки и ноги балерины таким образом чтобы ну понятно получить вруида а а а а а а а ну что ж такое-то найти аж хочется взять взять в руки самому это сделать ну прям вот руки какие-то руки блин штуки непонятные что тебе там не так равно не так вообще не знаю вытянет эту руку ёпарас это я птича сам вывести но мне так хочется взять а а это что такое блин вот чем дело было она не хотела правильно нагибаться а спасите значит логично предположить что и здесь тогда сейчас должно все сложиться я даже ни разу и близко не подтянулся к этой и вне вот так может быть ух болен сложненько было честно я думал что полегче будет я не знаю как его согреть что-то там в чайнике не это не надышал себе да так рецепт согревающего чая но начинается так дикие ягоды кипяток сушеные травы рецепт согревающего чая смешайте все компоненты и нагрейте смесь но наверное это будет как рюмочка до местного разлива что это такое так нужен механический цилиндр а Продолжение следует... Видимо, отсюда началась эта глобальная такая, знаете, нелюбовь... Так, что-то со снеговиком-то можно сделать... Видите, монеты в этом мире работают... Как надо... Не это... Так, небольшая емкость... Ну, наперсток, наверное... Так, водичка есть, правильно? Водичка есть... Кипяток... Ну, блин, зажигалка, по идее, нет... Так, импровизированные шестерни... Что это такое? Так, вы нашли ягоды... Три шестерни... Нужно расположить фигурки от самой маленькой к самой большой... Лилипуты... Бабочка, мышка, собака, человек... Так... Я проснулся, обнаружил рядом с собой крошечный компас и записку... Где говорилось о ком-то по имени Гулливер... Затем меня нашли очень маленькие люди и начали стрелять... Мне пришлось... Спрятаться... Я не выходил у закрытия уже несколько дней... Я плохо себя чувствовал и сильно проголодался... Но вдруг появился крошечный человечек и принес мне еду... Он представился Томом и рассказал мне о Лилипутии... Том-эксперт по варке зелий... Поэтому он сварил зелье из нужных трав и вылечил мою простуду... Он пообещал помочь мне покинуть это место, не попавшись в страже... Так, а дальше? А вдруг он обманул? Ай-яй-яй, не сюда... Такая стопочка такая, да, друзья? Так... На разочек... О-о-о... Прям на глазах растаял... Нормальный такой... Спасибо за просмотр, Олд Том... Я знал, что гиансы были хороши... Но я даже helped виноват вам... ...и даже после того, что Говна ordered нас to kill any we found... О, мы были друзьями и его... Но один день... ...соем солдат меня... ...и они убили его... Красноглазный демон — это крыса... Вот видите, как людская фантазия работает... Ну вот реально, кстати, хорошая такая аналогия... То есть то, что для нас обычная крыса... Для них это как демон с красными глазами... Вполне может быть... Берешься, чтобы употреблять его мечты... ...это я тебе помогу... Если ты пьешь это... ...это ты укрепляешься до нашего размера... К сожалению... Я не уверен, как долго эффект продолжает... Да уж... Ну что, друзья, давайте станем Лилипутиком... Уже как звучит Лилипутик, да? Ух! It's time to walk in a L toll-of王... Лилипутик부터... ...соин серьезный... ... это то, что можно! -...for? Он обычный Лилипютian. laughing... Йомэ? molto имени trabajo! Возможно, возможно. Я Esc。 Одинious именая связь за него. Он был первым генцем водманом. Он был велым генцем с ками Hin.\ да гулливера мы только по сказкам знаем он же не только в лилипуте был он же великане также по моему называлась где он был маленьким там все гигантского роста ну вообще если гулливер бы мог он мне кажется сам бы вернулся домой а чё он не возвращается что руки связали серьезно но у тебя рост уже не тонн а и 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 а и и и забавно что мышка все это время стоит и ждет да ну вот вот это вот вот из-за этого динамика немножко пропадает хотя бы какой-то отсчет времени ввели но блин это понятно, что невозможно, но хотелось бы. Может закидать ее орехами? Пошла вон. О, она умеет. Я думал, надо туда тянуться, чтобы зажечь. Так, ищем. Ищем, пока не проспал. Порвать не порвем. А что здесь? Seems we'll have to repair a few devices before you set sail. You look for them while I draw a map to the capital. Here, you should pick this too. Субтитры сделал DimaTorzok Так, штурвал есть. Вообще иногда, друзья, скажу честно, надо вот в такие игры играть, чтобы, знаете, без какой-то такой глубокой смысловой нагрузки просто такая рутинные действия, но в то же время действия должны быть интересными. Ну вот здесь вроде бы пока с этим все, я бы сказал, неплохо. Так, что нам там кислотой-то поделать? Блин, какая музыка классная вот эта вот. А где там этот осколок был? Мне казалось тут. Так. Блин, а почему бы второе зелье? Или мне там третье не дать? Или оно такое уникальное? Так. Улитка. Перстень. И подкова. Так, кольца так, чтобы в ячейке сверху были установлены два маленьких символа, которые при совмещении образуют большой символ справа. А, все, я понял. Только в одну сторону крутится, да? Так, дальше. Так, теперь настроим компас. Блин, это вот это близнецы, я так понимаю. Так, это дом какой-то. И прикольная, кстати, загадка. Я вот не знаю этих созвездий. Когда-то увлекался даже, но... Вот зодиакальный прям я не учил. По мне это дом какой-то. Просто буду подбором, я... Сложно для меня эту логику понять, скажу честно. Вот как дом? Какая фантазия? Тут весы как-то можно себе представить, да? Но это надо, я не знаю. Сколько надо выпить, чтобы с этим согласиться. Мне кажется, астрономы, знаете, сидят все там по-тихому, бухают по чуть-чуть. Потому что с их работой не шибко-то весело. Потому что по-другому. Я не знаю, как эти созвездия еще можно... Правильно. То есть видеть в доме весы, это надо большая фантазия. Даже, по-моему, писателей такой фантазии нет. Ну, прям такой, знаете, набор мини-игр весьма неплохой. Не, мне нравится. Все приятно, красиво. Такое, знаете, приключенческое. Так, в столице Лилипути мне может угрожать опасность. Сначала стоит убедиться, что на берегу все в порядке. Все. Нас уже ищут. Они должны быть ищут за меня. Это моя возможность найти Голивера. Что это? Бутерфлая? О, нет, это может вызвать паник. Ну, я не знаю. Они же вроде большую ищут. Девушку. А мы-то маленькие сейчас. Ой, ты мой красавчик. И я. Ой. Так. Резинка. Резинка. Вот так оставим. Для угрозы. Давайте скрутим бабочку. Нужно нейтрализовать ее. Как это сделать? Давайте скрутим ее резинкой. Сверху накинем и затянем. Так, ну, крокодила. Я не знаю, может, рот ему закрыть резинкой, нет? А если, типа, сделать и кинуть во что-то... Так, а вон, камушки есть. На! Так, что здесь? Корабль и сетка. Так, сетку зашьем. И... Опа. И как она так полетела, интересно? Так, надо шестеренки. Ага. Все понятно. Буква Л. Молоток. Так, еще. Буковка. Жетон. Металлическая трубка. Жетон сюда. Предатель Гулливер был отправлен в темницу за свои преступления. За что же он предатель тогда, в конце концов? До сих пор не работает, да? Какая-то коняшка нарисована. Нам надо шестеренки. Четко дают понять. Без шестеренки никуда не пойдешь. Что-то я тут даже активных зонта не вижу уже. А-а-а. Хм. Но шестеренок у меня нет. Металлическая буква. Портрет Булливера. И что я тут не вижу? Поподробнее, что не так. Хм. Даже с помощью человеческого зонтика лилипуты защищают свой город от дождя. Хе-хе-хе-хе. Ну да. Ну так и ветра не будет. Засуха там какая-нибудь. Все дела. Блин. Так его знают, почему не срабатывает. Блин. Ну серьезно. Я тут давай шестеренки искать. Они все, блин, рядом. Люблю я усложнять, друзья. Ну что сделаешь? Так. Все морфинг объекты. Все коллекционки. А вот собственно и наша прекрасная физиономия. Так. Розыск. Еще один великан в лилипутии. Да, друзья. Это прям мы. Это прямо про нас. Что-то я не понял, что делать надо. Ну ясно. Я понял, что загадка. Когда решил уже ее через одну прыгать должны. Так. Смотрим, что здесь. Сразу вижу ключик. Ключик на месте. Ох ты ж, зараза какая, да? Все детей убежали. Я хочу домой. Доигралась. Магнита у нас, к сожалению, нет. Но у нас есть мешок какой-то, да? То есть растения... Тут ничего больше нет. Давайте поизучаем локацию. Так. Я тут нашел... Ага. Еще где-то морфинг один есть. Сразу бы морфинг найти. Чтоб проще было. Там активная зона, здесь активная газетка не берется. Ладно, пока так. Магазин инструментов, предъявите билет, чтобы получить инструмент. Ух ты. А мне как раз и нужен... Мне нужен подходящий билет. То есть тут пока безрезультатно. Вернуть лебедю второе крыло. О, опять эти штуки собираем. Так, кот мне зачем? Дайте мне... Буквы пособирать. Одной буквы типа нету или она где-то... Мне казалось, что все буквы есть. Ну ладно. Одной буквы, допустим, нет. Может, он съел. О, а вот и билет. Так, меня очень расстраивает, что я не вижу... Морфинга. У зрителей липутью с птичьего полета с помощью самого современного бинокля совершенно бесплатно? Хе-хе. Да уж. Стоп. Оно как. И у меня еще три. Ну как раз, да. И всюду слово Гулливер. Они прям, слушайте, знаете, как фанатеют просто им. Так, давайте потратим билетик один. Но мы здесь прям надолго, судя по количеству предметов, которые нам дают. Так. Ой-ой-ой. Короче, все, что видишь. Я просто буду кликать, друзья. Я даже не... Нет, не буду проверять. Надеюсь, они нормально срабатывают. Ну, я наперсток видел, он почему-то не сработал. А, прям надо подождать. Солнца вроде нету. Подкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И проигрыш такой красивый Да, что-то я застрял Где же эта дверная ручка? Может она просто где-то лежит? Блин Я же помню как она выглядит Эта дверная ручка Она такая, блин Ну как обычная дверная ручка в принципе Но я ее здесь на экране прям вот не вижу Странно, что она раньше не появлялась Типа она как-то После всех манипуляций Стала отображаться Вот она Ух, это было долго Да, Гулливера Понятно, третья штука Как раз нам третьей штучки не хватало Ну давайте А-а-а Это же, блин Это не третья Это вторая А я думал третья Так, у нас крыло еще есть Что-то где-то Можно Так Так Третья Все То есть первую тоже можно ворочать Да Там было что-то вверху У них подходит А вообще надо отсюда идти Вон же щель Надо от этого отталкиваться Опять это крыска О, так это уже местные ребята Местного размера А так, здесь два морфинг-объекта И ключик Прям два морфинга Серьезно? Ммм Прям два морфинга Тут такая конструкция здоровая Так, ботинок нашли Который как бы не совсем ботинок Отсюда улетели две птицы Так, статуйки я собирал уже Одна есть Не стоит беспокоить пауков Еще одна статуя По идее здесь должно быть Вон, наверное Морфинг Подъемник я пока Прикольно И где же мне найти всех остальных? Котик сюда тоже не пойдет же Правда же? Че он, дурак что ли? По идее сюда надо кота запустить Он вылезет Хотя, как он там пролезет? Ну, это кот пролезет Если что, подпихнем его взад чуть-чуть Вот, вылезет О! В случае появления великанов в столице Немедленно звоните в колокола Так Ой, тут запутано Ой-ой-ой, серьезно? Ну, единственное, что могу предположить Типа Я, знаете, смотрю больше Это у основания Если получается, конечно Я даже Не вижу А вот что в центре? Он, наверное, последний будет, мне кажется Так, третий Может здесь? Нет Так, четвертый Пятый Шестой Нет Я что-то уже расслабился Ну, значит, этот Нет, стойте А где тут шестой еще? Этот получается Нет Так, ну вот, собственно Корзина И третий Третья статуэтка Теперь можно здесь Что-то сделать Так, корзину мы опустили Это прям супер хорошо Так, у нас есть Карманный леденец А если мы попробуем Сейчас вот эту штуку достать Все-таки котика пускать не хочется Знаете Мало ли что с ним А там, кстати, штука упала Ну, друзья, собственно Что делать дальше Мы знаем Вот такая вот игрушка Понятно, что после Жутких историй Допустим Где прям была история Был сюжет Была интрига Или даже страха Или Там, что мы еще проходили Там Террор в городке Здесь немножко все по-другому Но, честно Я и хотел Немножко меньше сюжета Больше каких-то действий Может меньше рассуждений Но все равно Мне вот иногда Знаете Хочется вот просто Реально расслабиться То есть включил Не задумываясь Там в каких-то Высоких материях Поиграл Насладился Хорошим геймплеем А он здесь Вполне себе Хороший Плюс Забыл, друзья Сказать в начале Огромное спасибо Команде Gangsta Team За данный перевод Те ребята До сих пор Продолжают нас радовать Многие уже поуходили Часть по каким-то там Личным причинам Часть Может по финансовым Может времени не хватает Но вот эти ребята Продолжают нас радовать Переводами Да, я знаю, что это Старый перевод Но я знаю, что и На данный момент Когда я записываю Они продолжают Свою работу За это им Огромное спасибо И респект На сегодня, друзья Все Большое вам спасибо За просмотр Играйте только в хорошие игры Всем пока-пока И до новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»